Сегодня с помощью генератора на 1 миллион вольт мы проверим, насколько хорошо телефоны защищены от грозы. Это будет настоящий батл. Современный смартфон Yumi Z против легендарной Nokia 3310. Против нашего генератора на миллион вольт. Этот десятиядерный малыш только сошёл с конвейера. Лучше начнём с Nokia. Поехали. Даём сначала немножечко напряжения. Хорошо, для меня включение. Пропал. Изображение попадало. Набирает что-то. Да, тут умножит на 1. Сдёртится. Он хочет кому-то позвонить о помощи. Да, а ну-ка, выключи свет ненадолго, посмотрим, что будет. У нас светит зелёный. Что-то происходит там. О-о-о-о, что-то не происходит. Водопон Йоа, можно позвонить. Звоним, скорее, звоним. Мы звоним на неё, смотрите. Нажалось цифрка 1, самостоятельно. Да, давай, давай. Оно звонит. Звонит. Вы нас слышите? Это на этом хорошее. Абонент не может. Нет. Здесь пропало. Абонент не абонент. О, Нокия, видно, излучает такой заряд. Неужели Нокия умерла? Что, вот всё умерло? Нокия не показывает. Да. Печалька. Нокия не выдержала такого издевательства. Перед этим сами набирались кнопки. Теперь она всё полностью померла. Давай ещё попробуем её включить. О, она включилась. Ура. Одно сообщение пришло. Мы ей звонили. Ура. Сеть даже поймала. Ничего себе. Её просто перезагрузить надо было. Ура. А, Нокия выдержала. Настала очередь смартфона. Получается? Попробую вначале, как работает его камера в высоковольтном поле. В результате мы имеем селфи швабрин. Ну что, надеюсь, ты телефончик наш, Уми-Зет, не подведёшь. Конечно, свечение почти не видно, но оно есть. Ура. Ну, как мы видим, в опасной зоне телефон держится. Первое испытание выдержал. Ну что ж, переходим к батлу. Десятиядерный малыш, держись. Настало твоё главное испытание. Пока работает. Накручиваем ещё больше, ещё больше, ещё. Ой. Чё это начало происходить? Всё, меню начал колбасить. Звуки справа. Он не взорвётся? Проверим пока, ничего с ним не случилось. Током не бьётся. Фу, уже думал, не реагирует сенсор. Так, а чё делать тогда? Где наше видео? Вот оно. Батл продолжается. Ой. Чё там сразу? Я только чуть дал. Чё это было? Ой-ёй. Хватит, наверное. Ёмихана! Сенсор перестал работать. Полностью отказал. А Nokia работает. Покиньте. Правда, сеть потеряла. Но она найдёт. У нас уже такое много раз было. Ёми, проснись! Мы его потеряли. Жалко, долго не продержался. Может он проснётся? Дайте ему ещё на пруги. Попытка оженивать. Он может... Не. Сейчас мы его попробуем перезагрузить. Может поможет. Ёмихан, дёхи, 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 дёхи. Сейчас куча школьников напишет. Лучше б нам отдали. Не. Перезагрузка не спасла. Наш абсолютный победитель Nokia 3310. Смартфон проиграл, так как у него сгорел сенсор. А без сенсора мы никакими функциями пользоваться не можем. У Nokia 3310 постоянно происходили какие-то сбои. Но только стоило отключить высокое напряжение, она сразу же начинала работать нормально. Но в конце мы попробуем воскресить эту балалайку. С помощью ножика выкручиваем два тонюстеньких болтика. Дальше делаем вот так вот. Хопа. И он легко скрывается на явление. Удышка. Рука, рука. Нож это целенький. Что можно сделать с хлюкнутым сенсором? Попробовать вырубить питание полностью. Есть контакт. Похоже из строя вышел контроллер сенсора. Он принял на себя основную нагрузку. И теперь сильно греется. Даже в режиме ожидания. А что ты хотел бы подвергнуть высоковольтным испытаниям? Пиши в комментариях. Если хочешь увидеть новые ролики первым, нажми на колокольчик возле кнопки подписаться.